Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске мы с вами будем готовить по самому простому рецепту листовую землю. Листовой опад, клёнов, различных других лиственных растений, даже садовых, является прекрасным ресурсом для улучшения плодородия нашей почвы. Когда листовой опад перемешивается с землёй, то и получается та самая листовая земля. Её очень любят дождевые черви, её очень любят полезные микроорганизмы. Она сама по себе является богатым источником калия, и также она является в некоторой степени источником азота. Потому что, хотя в самих листьях азота-то немного, но любая органика, заделанная в почву, является питанием для азотфиксирующих бактерий, которые будут здесь активно развиваться и которые будут поставщиками азота для наших растений. То есть, вот такая природная опосредованная цепочка, приводящая к улучшению здоровья нашего огорода и увеличению урожая естественным способом. Значит, само по себе приготовление листовой земли не представляет из себя никакой сложности. По сути, это перестилающие друг друга слои листового опада и самые обыкновенные огородные почвы. Добавлять какие-либо азотные удобрения, фосфорные удобрения нет никакой необходимости, поскольку сама почва, хорошая почва, огородная почва, уже в своем составе содержит остаточное количество как азота, который пойдет на разложение этих растительных остатков этой листвы, Так и зачастую эта почва богата недоступным растением фосфором, но растением фосфор этот недоступен, но он доступен микроорганизмам. Поэтому при приготовлении листовой земли увеличивается количество фосфора, доступного растениям. Вот не было ноль доступного, и вот стало много. Это очень хороший ресурс для повышения урожая без применения повышенных доз минеральных удобрений. Что ж, вот у нас есть грядочка. Я выбрал такую, ну не то чтобы траншею, но такое небольшое корыце, куда я буду засыпать листовой опад. Вы можете делать два слоя, вы можете делать три слоя. Можно делать какое-то подобие компостной кучи, пересыпая слоями земли. Вот сколько надо земли. Земли надо ровно столько, чтобы листва не унеслась ветром. То есть не надо там огромный слой земли наваливать на листья. Нет, надо пересыпать листья слоем лишь, чтобы ветром не разнесло. Сколько листьев необходимо положить в один слой. Это, конечно, штука такая достаточно произвольная, потому что листья разные, влажность у них разная, плотность разная и так далее. Но я вот когда выбираю корыца, такое, ну небольшое, буквально на штык лопаты глубиной, я попросту полностью его засыпаю листьями. Вот и получается слой, ну примерно 20 сантиметров. Что я сейчас и сделаю. Ну вот я высыпал сюда всю листву, какая у меня была. Немножечко распределяю ее здесь. И сейчас уже можно брать ту землю, которую я вынул из этого корыта земляного, и чтобы сверху навалить. Но здесь есть несколько таких оптимизирующих вариантов. Значит, в самом простом случае больше ничего делать не надо. Все, листовая земля здесь будет готовиться. По второму варианту вы можете внести триходерму. Ну лучше всего, конечно, сюда вносить лесную триходерму. Та, которая из пеньков, из каких-то прелых веточек, бревнышек. Ну притащили пакетик какой-то и равномерненько понемножечку сюда добавили. Триходерма самый лучший поедатель осенней вот этой целлюлозы, этих растительных остатков. Ну также можно использовать и трутовик в качестве источника триходермы. Это будет дополнительный источник азота. Можно вот какие-то кусочки взять этого трутовика, если он ломается. Ну в зависимости от вида он бывает более плотный, менее плотный. И ну вот просто какие-то кусочки на небольшом расстоянии друг от друга сюда вот так вот покидать чуть-чуть. Это уже будут центры распространения грибов, которые будут усиливать разложение этой самой целлюлозы. И все, вы тогда после этого заделываете землей и все ваши опыты на этом завершены. Но если у вас нету триходермы, вот здесь в этих листьях можно простимулировать развитие особой группы микроорганизмов, полезных микроорганизмов, антибиотических микроорганизмов, противонасекомоидных микроорганизмов, противонематодных микроорганизмов. Это актиномицеты. Ну, актиномицеты, слептамицеты, это чрезвычайно большая группа микроорганизмов. Не надо думать, что это только те, которые вызывают обыкновенную паршу картофеля. Ну вот просто возьмите горсть доломитовой муки и просыпьте вот эти вот самые листья. Этот метод не очень привлечен с триходермой. Триходерма все-таки лучше стимулируется в более кислой среде, ну а в более такой кальциевой среде будет стимулироваться именно актиномицеты. И тот, и другой вариант более чем полезны для вашей почвы. Ну, примерно на квадратный метр засыпанных вот таких листьев нужна одна горсть, большая горсть вот этой самой доломитовой муки. Ну, это примерно там, ну, чуть больше чем полстакана, вот такое количество. После этого берете просто лопатку и аккуратненько эту листву засыпаете, чтобы ее не разметало ветром. И все, закрыли, и у вас получилась здесь к вишине замечательная листовая земля. Грядка прекрасно подходит для выращивания, ну, буквально всех растений. Если вы добавляете доломитовую муку, ну, разве что, кроме голубики и родственных растений. Все остальные здесь будут расти просто прекрасно. То есть воспользуйтесь этим богатым ресурсом осени для того, чтобы улучшить плодородие вашей почвы. Ну, и излишне напоминать, ну, все же напомню, что если у вас еще есть яблочный опад какой-то, какие-то там растительные остатки, все сюда, все сюда можете положить с тем же самым успехом. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.